Приветствую вас! Ну вы, наверное, слышали, что в последнее время цена на биткоин взлетела до небес благодаря Илону Маску. Тут даже некоторые эксперты сделали графики, показали, что биткоин и Тесла – две стороны одной медали. Ну действительно, мало того, что выросла цена биткоина, выросли цены на акции Теслы. Почему? Ну, во-первых, Илон Маск – это он решил блефануть. Ну вообще, поймите, что такое биткоин – это игра в покер. Ну, когда садитесь в покер, ваша цель – сделать так, что ваши игроки, ваши противники, не поняли, что же вы имеете. И в результате вы действительно можете на этом заработать. То же самое сделал Илон Маск. Он в Твиттере написал случайно, что может быть, в будущем, когда-то что-то биткоин можно будет использовать при покупке электроатомобина. А потом, вы же понимаете, что это? Он имел в виду будущее, может быть. То есть, другими словами, он предискодно понимает, что этого не будет. Но! Он же понимал, что люди подхватят это. Да-да-да. Да, действительно, он специально разгоняется, но он говорит, да-да. Почему? Ну, потому что согласно информации, который публикал годовой отчет корпорации Тесла, он задекларировал биткоин на сумму полтора миллиарда долларов. Тут есть маленькая ситуация. Вы же понимаете, что если вы покупаете акции, облигации, то тут все понятно, тут есть учет. Четко. А с биткоином дело такое. Нельзя сказать, действительно ли Тесла обладает количеством биткоина. Поэтому проконтролировать не представляется никакой возможности. Можно заявить любую цифру. Прежде чем одна из уловок, когда некоторые наши депутаты декларируют, что они владеют биткоином, а проверить невозможно. Вот у меня он есть, вы же понимаете, она же такая, да, вы понимаете. Вообще, по большому счету, по большому счету, да, действительно, сейчас биткоины, это как игра в покер. При этом, вы сами понимаете, что в эту игру могут выиграть только те, которые раздают так. Вот представьте ситуацию. На сегодняшний момент, да, хорошо, вы покупаете акт биткоина. Купили, ладно. Берю вопрос, как? Согласно украинского законодательства, вы не имеете права купить биткоин. Не, вы что-то такое узнали? Посмотрите, вы в данном случае, для того, чтобы купить биткоин, должны перечислить деньги. Ну, если сказать с точки зрения, что один биткоин стоит 40 тысяч долларов, значит, вы должны взять 40 тысяч долларов перечислить на счет Купкину. Кому вы? Понимаете, когда вы покупаете ценные бумаги, вы идете в банк, открываете счет, счет ценной бумаги, приносите деньги, банк задает вопрос, где вы взяли эти деньги? Да, 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 да. После этого вы перечисляете деньги на счет брокера, а уже брокер непосредственно покупает вам ценные бумаги, но на вашем счету ценных бумаг идет счет учет. Что вы владеете? Акции, облигации, так далее. Понятное дело, что когда вы продаете эти ценные бумаги, появляются доходки, появляются налоги, это говорит, ребята, заплатите. Но здесь все понятно. Вы внесли деньги, банк проверил, перечислили. Вам пришел доход, заплатили налоги. Четко понятно. Здесь действительно все работает как бы прозрачно. Биткоином все похлеще. Для того, чтобы купить биткоин, легально перечислить деньги вы не можете. Вам предлагают различные какие-то сомнительные соргаты, вы сюда, туда, туда. Ну, вы понимаете, что как только вы начинаете заниматься аферами, деньги ваши улетают. Потому что на сегодняшний день, даже представьте такой момент, вот рассматриваем простой вариант. Вы продаете биткоин, и вам на счет приходит сумма 50 тысяч долларов. Банк сразу эту сумму блокирует. за этот вопрос, что это за деньги. Потому что сумма превышает 400 тысяч гривен, соответственно, вы должны объяснить источник происхождения денег. Если эти деньги приходят от брокера, проблем нет. Это понятно, что за деньги. Вы инвестировали, а что это за деньги? Потому что в данной ситуации, которые, ведь никто же не пишет, я продал биткоин. Нет, пишут Иванук, Петров, Пупкин. Все же прячутся, все же ховарятся. Кстати, действительно, афера носит такой очень забавный характер, когда есть большое количество владельцев биткоина, на денег у них нет. Биткоин у меня есть, на денег нет, но я так отходил. И в этом действительно строится ситуация. Действительно, понимаете, сейчас даже что получилось? Биткоин уже играет, как некий фишка. Возможно, вы слышали про фьючерсы на биткоин. Да, действительно, некоторые брокеры, американские, даже там, японские, что делают? Они регистрируют на бирже фьючерсы, на биткоин. И здесь уже чисто работает, как положено. Вы уносите деньги в банк, представляете насчет брокера. Брокер вам покупает фьючерсы на бирже, все же. Потом, если цена выросла, продала, зафиксирует доход, вам перечислили. Все четко, все понятно, здесь есть четкий учет. Да, биткоин какого-то не покупает, они играют на это. То есть, биткоин выступает некий такой ориентир, на который играет. Такой арбуз. Чисто биткоин купить, продать легально, ни в Украине, ни в США, ни в России, невозможно. Нелегально можно. Тогда сразу возникает вопрос, что вы покупаете, что продаете. даже те биржи, которые занимаются, вы сами понимаете, это не биржа. Это, ну, доска объявлений, не больше. Она не гарантирует, что вы продали, купили. Вас обманули. Куда будете писать? На деревню дедушек. Биржа не контролирует операцию. Она не может ее контролировать. Она просто заявляет, вот есть некие продавцы, покупатели, а уже расчеты это личные ваши проблемы. Вот такая вот ситуация. И в этой ситуации Лонд Маска молодец. Ну, просто молодец. Да, он заработает, он заработает. Вообще, на сегодняшний момент на биткоин зарабатывает как раз у критерских бирж. И действительно, Лонд Маска заработает, потому что он игрок. Шикарный. Да, больше заработает не на биткоин. Какой-то так фуфлон загнал. На акции. Цель, конечно, довольно простая. Он сейчас раскурчивает, загоняет акции и продает на эту крышу заработать. Нет, вообще, честно говоря, действительно, на таких авантюристах держатся шикарные скидки. Шикарные и финансовые проекты. Вообще, Лонд Маска любитель таких проектов, азарт, людей, которые любят рисков, склонны к риску и вперед, вперед, вперед. Хотя, действительно, представить биткоин можно использовать как средство поддержа. Это просто. Нельзя использовать в качестве средства поддержа дураган. А, биткоин это именно срока. Электронные деньги. Доллары. биткоин биткоин конечно хорошая. Пока вы его не поменяете на деньги, и по какой ценности представляете, поменять его на деньги, маска может. Сможете ли вы рискнуть? Не, я вообще по большому счету даже призываю моих зрителей, если вы любите риск, рискните. Сейчас наберите в гугле, я хочу купить биткоин, куча предложений, гора, причем там и такие, 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 без проблем. Да, вы что-то купите, спорить не будете. Ну, а потом попробуйте продать. Здесь действительно вариант, можете продать, не спорить. Ну, логика банальна, вы ищете другого человека, который склонен рискнуть, и получаете от него деньги. Ну, единственное, что здесь надо, конечно, так подумать, чтобы финмониторинг проскочить. Еще я повторю, если к вам приходит сумма денег от другого физлица неродственника больше, чем 400 тысяч гривен за раз, ну, банк чаще всего остановит платеж и просто спросит, а что это за деньги? Не, может быть, вы действительно объясните, что я продал человеку квартиру. Проблем нет. Но продал биткоин, проблема, потому что биткоин является объектом и согласно украинского законодательства эти операции, ну, как бы считается сомнительный характер. То есть, банк перестанавливает. То же самое и в США, в России, во всех странах нет. По причине да, тут вам предлагают такой, как бы, полусуррогат, что вы так перечисляете, тому он и туда, вот такая ситуация. А как вы хотите? Когда вы садитесь играть в покер, и вы же понимаете, что вы рискуете? Да. У меня был такой один знакомый, что было, осталось, профессиональный шультер. Знаете, что он делал? Он всем представлялся, я шулер, ну, вот, играю, катал и так далее, причем рассказывал, какие он кинял. И тут же предлагал ребятам сыграть без денег, без, 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 ну, просто. И показывал, ну, показывал трюки, человека втягивал, а после этого он, как бы, подбивал человека, знаете, на что? Чтобы вы кинули катал. Представляете? И человека азарт, типа, я сейчас катал, кину, катал, кину. И он давал возможность вам действительно шикарно, причем мастер, мастер. Он проиграл все, вплоть до того, что, ну, штаны не проиграл, но все, все, там уже последние деньги, он уже все, уже, ну, полностью. И когда вы сидите, говорите, и тот, оп, и он разделал. Молодец. Не, ну, это в этом строится, то есть цель, как можно разогнать, лопнуть. Ну, так и надо, по большому счету. Хотите много заработать, много рискунуть. Так что, рискните вместе. Вот Илон Маск вам предлагает, так он, как опытный каталог, рискнуть, кинуть, обыграть Илон Маска. А что, рискняйте, а вы давайте или вы кинете маска или у нас проверим